Приднестровье и Россия должны использовать желание Кишинева восстановить полноценное сотрудничество с Москвой для того, чтобы продвинуть экономические интересы Тирасполя. Кроме того, Приднестровье должно интенсифицировать отношения с российскими регионами. Об этом в ходе своего визита в Тирасполь заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Вместе с ним в Приднестровскую Молдавскую республику прибыла делегация российских чиновников. О ходе и итогах визита расскажет Андрей Малеванный. Дмитрий Рогозин в Приднестровье и Молдове не был два года. Его визит еще задолго до приезда называли знаковым. Российский вице-премьер ожидания оправдал. В Тирасполе он озвучил новую установку. Приднестровью нужно активнее развивать отношения с регионами России. Кишиневу тоже был дан четкий сигнал. Хотите вернуться на российский рынок – выполняйте выдвинутые Москвой требования. Первая встреча российской делегации в Приднестровье прошла в Доме официальных приемов. С приднестровской стороны в ней приняли участие президент Евгений Шевчук, председатель и члены правительства. В ходе своей приветственной речи Дмитрий Рогозин уделил внимание молодоприднестровским отношениям. Спецпредставитель президента России поддержал реализуемую приднестровскими дипломатами тактику малых шагов. Мы считаем, что на пользу обоим берегам одного Днестра пойдет тактика малых, но полезных дел. И российская сторона всячески попытает молодостную сторону заняться такими делами. Основное внимание в ходе диалога уделили российско-преднестровским отношениям. Они после подписания протокола Рогозин-Шевчук и меморандума между ведомствами вышли на новый уровень. Но реализовать весь потенциал проблематично. Реально сдерживающим фактором в развитии торгово-экономических отношений с Российской Федерацией на сегодняшний день является отсутствие международного признанного статуса в Приднестровской Молдавской Республике. Это связано с замедлением, будем говорить так, динамики переговорного процесса. В свою очередь это замедление опять же базируется на том, что в Молдове был такой период некой политической нестабильности. За 4 года заменилось 5 команд премьер-министров. Молдова предприняло в последнее время, вы знаете, несколько односторонних шагов, направленных на ухудшение положения Приднестровья. И это осложнило переговоры и тоже имеет последствия, безусловно, и оказывает влияние на приднестровскую экономику фактор Украины. Несмотря на противодействие протокола, Рогозин-Шевчук и дополняющие его меморандумы работают, отметил Дмитрий Рогозин. Обсудили и новое направление сотрудничества, а именно активизацию работы Приднестровья с российскими регионами. Недавно был заключен договор о побратимстве Тирасполя и Новосибирска. Этого недостаточно, считает российский вице-премьер и обещает помочь. Президент Евгений Шевчук работу в данном направлении также поддержал. Мы надеемся, что при поддержке федерального правительства установить экономические связи более широкими, более обширными с регионами России, которые также представляют для нас очень весомый экономический интерес в сотрудничестве. И это будет новым этапом для развития торгово-экономических отношений с Российской Федерацией. Мы в этом видим перспективу и как следующий этап в развитии того меморандума, который был подписан в Российской Федерации. Мы договорились о том, что Евгений Васильевич в ближайшее время подготовит соответствующее обращение на глав российских регионов. Соответственно, мы поставим со стороны федерального правительства на контроль вопрос заключения прямых отношений. И это будет огромный резерв для Приднестровья. Потому что эти регионы, они все, в принципе, у нас вся Россия, она солидарна с Приднестровьем. Но проще будет работать не с федеральным правительством, а непосредственно с губернаторами и их администрациями. В ближайшее время российский посол Фарид Мухамедшин должен представить список регионов России, потенциально интересных Приднестровью. А Россия громадная страна с большими возможностями, с большими задачами и проблемами. Поэтому для нас, для Приднестровья более разумно и продуктивно работать с конкретными регионами, конкретной области, определить приоритеты, что нужно той или другой области Российской Федерации. Конкретные контракты. Контракты нужно заблаговременно заключать. Кроме того, чтобы... Нужна некая подготовка. Подготовка могут быть соглашения между определенной областью и Приднестровской Молдавской Республикой. И на базе вот этого соглашения потом бизнес может развивать уже свои отношения. Еще одна задача, озвученная Дмитрием Рогозиным, подхватить интерес Молдовы к восстановлению полноформатных отношений с Россией для решения прагматичных вопросов экономики Приднестровья. Москва представила Кишиневу дорожную карту, перечень условий, которые нужно выполнить для восстановления торгово-экономических отношений. В этот список предложено включить и приднестровские интересы. Я думаю, что можно было бы ряд важных экономических вопросов, интересующих Приднестровье. Это железная дорога, это тарифы, это... Ну, вы сами знаете, эти проблемы не буду перечислять. Их включить в некий такой, значит, план, как некая подчасть, некий подраздел и дорожной карты, и в перспективе повестки отношений, которые будут рассматриваться на заседании межправительственной комиссии России и Молдова. Это правильное поведение. Хотите развивать отношения, значит, должны делать шаги навстречу. И поэтому, коль мы вам идем навстречу и открываем свои рынки, вы тоже должны дать России то, в чем она здесь заинтересована. Впрочем, молдавские эксперты уверены, российская дорожная карта неминуемо приведет к противоречиям с европейскими документами, подписанными Молдовой. Россия будет как-то все это формулировать таким способом, чтобы мы могли несколько изменить соглашение об ассоциации. Несмотря на демонстративную заинтересованность кишиневских политиков в восстановлении экономического сотрудничества с Россией, молдавский парламент на этой неделе рассмотрел ряд откровенно антироссийских законопроектов. В парламенте проголосовали за открытие офиса НАТО в Республике Молдова на одной из парламентских комиссий. И в парламенте был принят первое чтение новый кодекс, который регламентирует телевидение в Республике Молдова, где черному по белому написано, что запрещаются любые телепередачи и новости на русском языке. О заигрывании НАТО с Молдовой и об активизации Североатлантического альянса в регионе Дмитрий Рогозин говорил и в Тирасполе. В принципе, эта организация, она создана исключительно для конфликта, для войны, для нагнетания обстановки. Они проверяют на вшивость, что называется, наши с вами возможности ответить им. Но за этим, по большому счету, нет ничего, кроме только одного, о чем я сказал, шкурного интереса самоправдания своего существования. Они неполезные организации. И давно была пора НАТО распуститься, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Владимирович Путин. В визите Дмитрия Рогозина в Приднестровье эксперты отмечают и позитивный эффект для безопасности республики. Было бы даже неплохо, чтобы и другие высокопоставленные представители российской элиты от Министерства обороны, от Генштаба тоже бы приехали сюда. Это их ни к чему бы не обязывало, но это бы демонстрировало позицию России. НАТО перестало ощущать какой-то сдерживающий фактор и демонстрирует некую такую политическую наглость. По мнению Дмитрия Рогозина, куда опаснее маневров НАТО – соседство с украинскими радикалами, действия которых предсказать трудно. Российский вице-премьер посоветовал молдавским политикам быть осмотрительной в отношениях с Украиной применительно к Приднестровью. Он заверил, Москва внимательно отслеживает происходящее у границ Приднестровья. Мы знаем, что, во-первых, вы сами с усами, сами за себя готовы постоять. Ну и потом, конечно, российские миротворцы, я вчера с ними пообщался, у них хорошее настроение, парни крепкие, надежно себя здесь чувствуют, комфортно. Все проблемы, которые были связаны с попыткой блокировать поставки вещевого имущества, продовольствия и всего остального, а наши же, собственно, группировкой совместно, скажу так мягко, с партнерами из Приднестровья, значит, эти проблемы решены. И поэтому никто вас в обиду не даст. Впервые в ходе визита Дмитрия Рогозина была затронута и тема экологии. Украина душит Днестр своими гидроэлектростанциями. Ситуация уже сейчас непростая, однако Киев останавливаться не намерен в планах строительства новых объектов. Это грозит экологической катастрофой. Проходимости воды достаточно не будет. Вода будет скапливаться в каких-то отдельных местах, русла по обе стороны. Нельзя превращать Днестров в ручеи, отметил Дмитрий Рогозин. Он назвал действия Украины губительными для экологии. Я поэтому дам поручение Министерству природы Российской Федерации Сергею Фимовичу Донскому, своих специалистов тоже направить в регион, выяснить, посмотреть, какие международные организации профильные для решения этой темы. И мы, конечно, вам окажем поддержку. В целом, визит Дмитрия Рогозина дал понять, несмотря на экономические сложности, с которыми сегодня сталкивается Россия, Москва не намерена сворачивать взятого курса на всестороннюю помощь гражданам России и соотечественникам, проживающим в Приднестровье. Если Россия и ее неправительственная организация вкладываются в школы, ясли, садики, это значит, что Россия абсолютно убеждена в хорошем, светлом, нормальном, безопасном будущем детей Приднестровья, будущего поколения. Андрей Малеван и Роман Донец, Олег Коваленко, Первый Приднестровский телеканал.